Исаак Шварц душой сроднился с этими живописными местами. Стал бывать здесь каждое лето. Позже построил на свои сбережения скромный домик. Помог Василий Павлович Соловьёв Седой. И на веки вечные обосновался здесь. Стал здесь своим. В этом доме живут Исаак Иосифович, Тонечко и Рояль. Но постоянно присутствуют незримо фотографиями все друзья Исаака Иосифовича. В первую очередь Булата Куджама. Эта дружба с годами-современниками оценивается все больше и больше. Булата Куджава – это часть жизни Исаака Шварца. Главная и основная ее часть. Композитор Шварц принял невероятно талантливого мелодиста Булата Куджаву. Он почувствовал его талантливость не только в стихах, но и в умении одеть эти стихи в какие-то удивительные мелодии. Мелодии – то, чего многие композиторы наши не заметили в начале. А Исаак Иосифович заметил это при первой же встрече. Шварца и Акуджаву связывала не просто многолетняя дружба, а братство. Булата Куджава часто говорил – мы со Шварцем одной крови. На стихи Булата Куджавы Исаак Шварц написал больше 30 песен. Вообще на его стихи очень легко было писать музыку. Я не мог понять, в чем дело, очень долго. А потом я понял, что он, наверное, каждый раз себе что-то напевает. А дело в том, что у него очень был большой мелодический дар. Он сам придумывал хорошие мелодии. И музыкальный был чрезвычайно. Они познакомились на съемках фильма «Женя, Женечка и Катюша». Однажды к Шварцу обратился режиссер Владимир Мотыль и попросил написать музыку к фильму. А главное – песню на стихи Булата Куджавы. Исаак уже был достаточно известным кинокомпозитором. Опыта в этом жанре никакого. А военный опыт, фильм-то о Великой Отечественной, у Шварца был. Сначала Исаак служил в трудармии, потом сапером. Под Харьковом, когда часть попала в окружение, хлебнул лихо. Но ему повезло. Вышел и выжил. Вот и решил маэстро рискнуть. Когда песня была готова, многие даже не сомневались, что мелодию «Капель датского короля» сочинил Булата Куджава. Это был лучший комплимент для композитора. С детских лет поверил я, что от всех болезней «Капель датского короля» не найти болезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры «Капель датского короля» пейте кавалеры. «Капель датского короля» пейте кавалеры. А Куджава признавала одного композитора – Шварца. Песня настолько понравилась Булата Укуджаве, что он решил сам исполнить ее фильм. С этой песни началась их мужская дружба, которая продолжалась 40 лет. И тепло, которое вот есть в душе и в сердце Шварца, оно, конечно, переплавлялось вот в эти мелодии. И, знаете, мне повезло, я была, можно сказать, первым слушателем песни, которую посвятил Булата Куджава Исааку Шварцу. Счастлив в дом, где пение скрипки Наставляет нас на бой И вселяет в нас надежды, а остальное как-нибудь Счастлив инструмент прижатый к угловатому плечу Чему благословению я по небу лечу Исаак Шварц работает почти со всеми выдающимися кинорежиссерами. Не всегда гладко складываются отношения между режиссером, фильмом и композитором. У каждого свои амбиции, свое видение, свое представление о том, какой должна быть музыка. Исаак Иосифович без боя не сдает ни одной ноты. Самым трудным кинорежиссером стал для него Алексей Герман. В 1960 году фильм «Рабочий поселок» ставил знаменитый Владимир Венгеров. Алексей Герман, только еще начинающий свой путь в кино, был вторым режиссером. Музыку написал Исаак Шварц. Сколько таланта в этом маленьком организме. Он, в принципе, если, так сказать, организм соответствовал бы таланту, то он был бы выше всех баскетболистов. В картине «Рабочий поселок» звучала прекрасная музыка Исаака Шварца и забытые сегодня песни на слова Геннадия Шпаликова «Расскажи мне про войну». Спой ты мне про войну, про солдатскую жену. Я товарищей любитых, как сумею помяну. Тебя, Сергей, за Волгой схоронили, Фанерную поставили звезду, А мой старший брат убит на Украине В сорок первом сорок горы с нам году Когда Алексей Герман стал снимать свой первый самостоятельный фильм «Проверка на дорогах», он пригласил Шварца. И пришел Исаак, посмотрел картину, Принес ему музыку. И это абсолютно не совпадало. Это была абсолютно чужая для этого музыка. Хотя один ее фрагмент, такой оркестровый, мощный, Он был интересен. Все остальное никуда не годилось. Мы, естественно, стали ссориться. В фильме «Проверка на дорогах» Алексей Герман Использовал лишь частично музыку Исаака Шварца. На просмотре он ко мне подошел и сказал, Я знал, что у вас обвязают, Но чтоб так обкорнать, И, закинув длинные волосы, Простучал, не поздравив меня, и ушел. Фильм положили на полку, И он долгих 14 лет ждал встречи со зрителем. Непростая судьба картины с годами Примирила композитора и режиссера. Герман вновь обратился к Шварцу, Когда нужна была музыка к фильму «Двадцать дней без войны». Музыка Шварца, ведь она...